25 мая, первый день издачи ЕГЭ. Ученица 11 класса Амтека сдавала экзамен по литературе, пункт проведения экзамена, школа номер 2. За 5-7 минут до конца экзамена девочка попросила дополнительный бланк, чтобы переписать черновика последние фразы своего повествования по роману Достоевского «Преступление и наказание». Однако, по словам девочки, вместо того, чтобы выдать дополнительный бланк, педагоги стали тянуть время и расспрашивать, а может стоит поставить точку? Эту историю выпускница предпочла рассказать нам только за кадром, ведь впереди еще три экзамена и злосчастная пересдача экзамена по литературе. В тот день выпускницы все-таки выдали дополнительный бланк за минуту до окончания экзамена. Переписать последнюю фразу сочинения девочка так и не успела. Обида, слезы, растерянность. Однако ученица собралась духом и написала апелляцию. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения госаттестации нужно подавать, не выходя из пункта проведения экзамена. Потом будет поздно. Рассматривает жалобу Вологде конфликтная комиссия. На основании видеозаписи в случае с ученицей АМТЭК эксперты постановили результаты экзамена аннулировать. А в Череповецком управлении образования действия педагогов, организаторов аттестации назвали неграмотными. Но никакого наказания учителя не понесут. Нарушение со стороны организаторов законодательства не найдено. То есть мы обращались в центральную комиссию, мы запрашивали оттуда письменную информацию. На самом деле порядком нигде не установлена по времени длительность выдачи дополнительного бланка. Но мы все понимаем, что чем быстрее ребенку бланк будет выдан, тем он более спокойно продолжит писать экзамен. Тем более, когда речь идет об окончании экзамена. По словам чиновников, от образования подобных инцидентов в Череповце не было. По крайней мере, пока экзамены еще идут. А вот апелляции выпускников о несогласии с выставленными баллами педагоги уже ждут со дня на день. Выпускник в течение двух рабочих дней имеет право подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Апелляция в этом случае подается в свою образовательную организацию, где выпускник писал заявление на участие в прохождении государственной итоговой аттестации. Мы передаем тут же Вологду в конфликтную комиссию. Как правило, каждый год апелляций по оценке много. В прошлом году в Череповце их было 56. Удовлетворено 10. Правда, 6 из них с пониженным баллом. Но если все-таки выпускник принимает решение о подаче апелляции, педагоги советуют сначала зайти на официальный сайт ЕГЭ. После объявления результатов там выкладывают сканы экзаменационных работ. Чтобы посмотреть свою, нужно ввести паспортные данные. На этом же сайте размещены все правила, регламенты и прочие документы по процедуре проведения ЕГЭ. Так что прежде чем погружаться в мир литературы, математики, биологии, многочисленные правила выпускникам стоит изучить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok